Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Четвергов Игорь, я являюсь организатор некоторых соревнований и также известен как небольшой путешественник. Мы тут недавно поговорили про легкоходство и выявили три замечательных правила, которые постараемся приложить в велосипедный поход и приложить на пешеходных. Напоминаем о том, что мы заменяем тяжелые материалы легкими материалами, выбираем более функциональные вещи и стараемся не брать лишнее. Итак, велосипедный поход на юг мы уже скатались, постараемся собрать в магазине сплав, набор для того, чтобы сходить, например, на Валдайскую тропу. Так как поход у нас пешеходный, естественно, мы отбрасываем велосипед в сторонку и берем с собой замечательный рюкзак. Сегодня это будет рюкзак-градиент 60 литров. Для маленького похода мы берем, естественно, небольшой маленький рюкзак. 60 километров пути, 60 литров рюкзак. Вполне красиво получается. Вес рюкзака 1300 грамм. Сделан он из тоненького нейлона сверху и усилен снизу 0,05 кордурой, что позволит вам ставить рюкзак куда угодно и, может быть, даже тащить его некоторое время по грунту, если вам это необходимо. Рюкзак снабжен максимально легкими креплениями для крекинговой палки и всего лишь тремя карманами. В общем, мы говорили, что не надо брать много вещей, а лишнее отбрасывать. То есть три кармана вы всю мелочь свою распихаете. У рюкзака отличный легкий пластиковый каркас, который при желании вы можете снять и облегчить рюкзак еще больше. Спина тонкая и легкая, что позволит вам максимально близко расположить тяжелые вещи к вашему центру тяжести. При этом пояс, куда будет прикладываться практически 30% нагрузки, очень плотный и жесткий. Градиент 3 имеет два замечательных кармана на молнии сбоку. В целом, лишний молния, скажете вы, но вы можете эти карманы открыть на ходу и достать оттуда, например, вкусный батончик. Два встречного кармана по бокам. Я их никогда называю полноценными карманами, но туда отлично входит мембранная куртка, если не идет дождь, бутылка воды, ну и еще какая-нибудь штука. Если вы хотите совсем сэкономить на весе, то клапан можете взять и просто отстегнуть и не брать его никуда. Самое главное достоинство этого рюкзака – это его вес. 60 полноценных литров, всего лишь 1300 грамм в размере М. Не забываем, что есть размер. Итак, что мы запихнем в этот замечательный рюкзак? Легкий пуховый спальник. Перед нами спальник Adventure Light. Его вес – 529 грамм. Рассчитан на температуру комфорта от 0 до 4 градусов по Цельсию. Вам кажется, что это холодный вариант развития событий. Но мы же идем по-легкоходному, поэтому мы должны собрать что-то легкое. А зима – это значит, у вас большой тяжелый рюкзак. Мы так делать не хотим. Мы залезем в этот спальник в пуховке. В самом замечательном термобеле, в самых замечательных термоносках. Поехали дальше. Так как мы залезаем в спальник во всем, что есть на нас, то, скорее всего, мы не будем брать большую кастрюльку. Давайте попробуем взять на Балдайскую тропу маленькую титановую кружку и маленькую горелку. Обойдемся без всяких систем приготовления пищи сложных. Сделаем все прямо легенько, красивенько, замечательно. Для этого нам потребуется котелок 900 литров и на всякий пожарный баллон возьмем 200 грамм. Это позволит нам с запасом приготовить пищи. Балдайская тропа – это 60 километров. Пройдем мы это дело за два дня. Но если нам очень понравится – за четыре. Поэтому газа должно хватить. Здесь мы готовим, варим все, что угодно. В отличие от системы приготовления пищи, система с классической горелкой и классическим котелком позволит нам действительно приготовить вкусные блюда, а не использовать сублиматы. Тьфу, не люблю сублиматы. Вес данного сета вместе с газом будет 550 грамм. Самая главная штуковина – это кружка. Иногда люди готовят продукт так, что сначала скипятят воду, потом наливают на чай и потом уже продолжают варить свой соленый суп. Но мне кажется, классно, когда все-таки чай горячий у вас после первого блюда, может быть, даже после второго. Поэтому возьмите легкую титановую кружечку. Ну, там всего лишь 63 грамма. Я понимаю, да, 63 грамма. Но зато это добавит, да много чего добавит. Вкусный чай с шоколадкой. Замечательно. Поход всегда забывается, что самая маленькая, замечательная вещь – это ложка. Не забывайте ее, пожалуйста, всего лишь 17 грамм. При этом ваш борщ будет очень счастлив в ней оказаться. 11 грамм. Мы покушали, сварили самый замечательный борщ на свете. Мы погрелись у костра. Не забудьте на Валдайской тропе заказать себе дрова на стоянку. Это большой плюс в такую погоду. И давайте поговорим о том, как всегда, в чем мы залезем с паником. На стоянку берем с собой пуховку Чимган. 284 грамма. 800-й пух. Самые замечательные эластичные манжеты на рукавах. Добавит не только комфорта, но и приятного тактильного ощущения. Убирается в маленький кармашек. Место в рюкзаке займет просто минимум. Если захотите совсем полегко охотничать, а вы можете себе это позволить, то можете обойтись замечательным таким же жилетом. Тоже 800-й пух. Еще легче, чем куртка. Можете взять его дополнением к тому, чтобы залезть в нем. В спальник. А на термобелье мы экономить не будем. Термобелье будет из плотного пылестра. 240 грамм. На квадратный метр. С фактурным рисунком. Фактура забирает всю лишнюю влагу с поверхности вашей кожи и отводит его. Соответственно, если ваша кожа сухая, значит ощущения холода у вас практически нет. И если на улице понятна температура, тихо, спокойно в нем идти. Отлично отводят влагу и сохраняют тепло. Не забываем также в спальнях забрать с собой самые замечательные носки и самую замечательную флисовую шапку. В них вы, вероятнее всего, не замерзнете. Друзья, не забываем про то, что важен не только спальник и термобелье. Важен ковер. Выбираем однозначно на холодные условия ковер максимальной толщины и желательно с утеплительной. Ковер Highlight. Вес 500 грамм. Внутри растянутый полиэстер, который приклеен и к верху, и к низу. Конвекция минимальна. Ваш, соответственно, сон будет максимально теплым. Отличное дополнение к любому спальнику. Самое главное, друзья, не забываем, чтобы не было никаких казусов, берем с собой ремнабор и кладем его не на ежа. Вылезаем из спальника утром и надеваем на себя что? Надеваем в себя термобелье, в которое мы пойдем. Это базовый слой из такого же замечательного полиэста, с такой же гридовой структуры, только чуть потоньше. Отлично отводит влагу и сохраняет немножечко тепла, что позволит вам идти в нулевую погодку с небольшим рюкзаком в хорошем темпе. Друзья, давайте сделаем наш поход более прогрессивным. Давайте возьмем с собой трекинговые палки. Вы скажете, конечно, трекинговые палки продаты. Ты уже врешь, уже взял столько вещей ненужных. Но трекинговая палка – это не только дополнение к весу. Это вам помощь. Когда вы идете без палки, вся нагрузка рюкзака приходится на нижний пояс конечностей. То есть на ваш таз и ноги. Но если мы возьмем палку трекинговую, то эта нагрузка будет распределяться еще на верхний плечевой пояс в большей степени. И это позволит вам идти быстрее и комфортнее. Это сбережет ваши ноги и поможет принести вещи чуть-чуть побольше и чуть-чуть подольше. Трекинговая палка всегда должна иметь замечательный зажим вот такого вот характера. Наконечник пластиковый для того, чтобы деформироваться в различных расщелинах. Наконечник победитовый. Вряд ли вы его сответе кого-либо. Палка Mountain Pro имеет замечательную тактильную ручку из пены. Что позволит вам комфортно ее держать и без перчатки. И еще, про что мы совершенно забыли. О том, как это все дело поместить в рюкзак. Есть концепция большого количества мешочков. Куда по категориям раскладываются вещи. Лучше всего взять мешочки из максимально тонкого материала. И желательно, чтобы они были герметичными. Мы отбрасываем все чехлы от спальников и запихиваем это дело, не трамбуя, в герма мешок. И кладем некомпрессионным именно в рюкзак. Только в рюкзаке мы начинаем это дело тихо, спокойно трамбовать. И самое главное, это укрытие. Как всегда, есть выбор брать однослойное, либо двухслойное. И мы всегда говорим, что лучше взять двухслойное. Укрытие ВИК. Двухслойная палатка, которая не имеет никаких либо дуг. Устанавливается непосредственно в любом месте, где сверху вы можете найти какую-нибудь точку крепления. Лучше всего найти раскидистое дерево, либо натянуть веревку между деревьями. Но мне кажется, на Валдае у вас не будет проблем с деревьями. Весит килограмм. Комфортно размещается один человек с тамбур. Если хотите тепла, позовите с собой друга. Или подругу. Тент силиконовый. Внутренняя палатка состоит полностью из нейлона. Поэтому она теплее, чем обыкновенный любой летний вариант двухслойной палатки. Отличный вариант на холодную погоду. Друзья, точно что вы не должны забыть в любой поход межсезонья. Это мембранную куртку. Она позволит оставаться сухими во время непогоды и выводить излишнее тепло, если вы активно двигаетесь. Куртка минимума трехслойная. 354 грамма в 50 размере. 30 тысяч миллиметров на квадратный метр водостойкости. 40 тысяч грамм на квадратный метр за 24 часа. Паропроводимость. 12 тысяч рублей. Счастье надо брать. Здесь отличные влагозащитные молнии. Позволят хранить в вашей гаджете сухости и сохранности и ближе к вам. Не забывайте, что ваши батарейки в телефоне также замерзают, поэтому телефон кладем точно сюда. Отличный регулируемый капюшон, который позволит вам одеть любимую шапку под него. Спасибо. Это был отличный легкоходный сет для Валдайской тропы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова